Человеческий ресурс, он уже никому не интересен, он не востребован, потому что люди становятся слишком сложными. Ну, примерно как в свое время лошадей заменили автомобили. Саламу алейкум арахтолу баракету, в имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые друзья, сегодня хотелось бы немножко поговорить о будущем. Как от проказницы зимы. Запремся так же от чумы. Полное впечатление, что мы находимся даже уже не на пире во время чумы, а на некоем завершении, когда вот ходят уже уборщики, что-то там подметают, сдвигают столы, и лишь отдельные сильно пьяные посетители сидят за столами. Подвыпившая женщина пытается петь караоке, никто на нее не обращает внимания. И все вот в таком именно завершающем состоянии. Народ тихонечко исчезает. Недавно тут арестовали лидера христианского государства, этого вот колоритного бородача, который там оправдывал поджоги и так далее в связи с Матильдой. Но здесь хотелось бы немного поговорить о Матильде. Значит, что есть вообще Матильда и вся эта истерия вокруг нее инспирирована Поклонской. Значит, уважаемые друзья, я не верю в совпадение. Я не верю в то, что госпожа Поклонская просто так по порыву души поимела такой аппаратный и политический вес. В нашей стране ничего не делается просто так. Если вдруг звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если акции Поклонской получили такой колоссальный резонанс, это значит, что кто-то дал на это добро. Кто-то дал отмашку. И причем я убежден в одном, что эта отмашка исходила с другой стороны. Это был замысел ровно тех самых людей, которые в свое время запустили съемки этой самой Матильды, которые дали на нее деньги и которые мобилизовали потом так называемых защитников демократии, либерализма и так далее, во главе с этим самым учителем. Перед этим была там история с этим гадким Серебренниковым режиссером. Значит, тоже на ровном месте раскрутили тему. Но, конечно, Матильда гораздо круче. И по одной простой причине. Мне плевать на Серебренникова и на все то, что он с собой выражает. А вот Николай Александрович Романов для меня это знаковая фигура. И вдвойне неприятно, что вокруг памяти Николая Александровича устраиваются вот такие пляски с бублами. Я думал о том, кто бы мог вот такую хитроумную комбинацию запустить. Мне было подозрение, что все-таки, так сказать, уши Сергея Ирвановича Кургиняна торчат за всей этой комбинацией. Потому что оно уж больно на него похоже. Кургинян любит подобные вещи. Тем более, в свое время он очень долго и со смаком описывал такую вещь, как эффект клоуна. Когда запускают некоего непонятного человека с подмоченной репутацией. В марте следующего года объеду в Кремль. Я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы. Осветить, в общем-то, правильные вещи. И он своей бурной деятельностью сбивает людей с толку. Потому что народ начинает задумываться. Ну, раз вот этот клоун за него, тогда здесь что-то не так. И понятно, что Поглонского в данном случае, я думаю, в темную, безусловно. Использовали в качестве вот подобного клоуна. Однако вот информированный товарищ, он высказал другое предположение. Сказал, что, в общем-то, все идет от Владислава Юрьевича Суркова. Через Крым, через Аксенова. Поглонская, все мы знаем, откуда произошла. Возможно, тогда это, не скажу, что хуже, но точно не лучше, чем Кургинян. Потому что Владислав Юрьевич тоже человек креативный. Со своими, так сказать, веселыми задумками. Вообще, господин Дубовицкий, он интересный, о нем стоит, конечно, еще много говорить. Но сам факт, уважаемые друзья, я прошу принять во внимание, что вся эта тема, она инспирирована сверху. И участвовать в ней нельзя ни с той, ни с другой стороны. Только максимальное замалчивание и максимальное дистанцирование поможет нам в этом вопросе. Потому что иначе мы невольно сыграем на руку этим самым кукловодам. Давно известно, что человек, садясь играть в карты с Шулером, совершает только одну ошибку. Он берет карты в руки. Все, после этого он уже обречен. Ну, что сделаешь, так уж оно так. Так, если мы будем думать о том, что происходит дальше в этом мире, то поймем, что перемены нас ждут в ближайшее время. Давайте рассмотрим, а что может быть, собственно говоря. Ну, корпоративная культура, да, она приходит. Культура, понятно, в неких условных знаках можно там выразить. То есть корпорации придут и попытаются захватить власть. То есть они поделят остатки территории, они поделят остатки приносящих доход каких-то там полезных ископаемых, чего-то еще. Вот. При этом, собственно говоря, человеческий ресурс, он уже никому не интересен, он не востребован. Потому что люди становятся слишком сложными. Ну, примерно как в свое время лошадей заменили автомобили. То есть лошадь же тут тоже вроде нормальная, животная такая неплохая тварь, которая выполняла свою работу, чего-то там таскала, носила. Однако там то заболеет. Там помните знаменитый диалог о Д'Артаньяна и Атоса в «Трех мушкетерах», когда Атос продал лошадей или проиграл в карты, я точно не помню. Он сказал, ну лошадь, а что хорошего лошади-то? Она может заболеть там сапом, а ей надо кормить, там еще что-то. А вот там, значит, перстень, это хорошо, условно говоря, я не помню деталей. Так и здесь. Что человек? Да, раньше люди были нужны. Они голосовали кошельками, они что-то производили, что-то делали. Сейчас-то зачем? Сейчас люди становятся балластом, обузой. И мы видим, как большие дяденьки думают о том, что с людьми, собственно говоря, делать. А разного рода апокалиптические сценарии подсовываются нам постоянно. Я вот недавно делал обзор «Инферно». То же самое нам предлагали в «Утопии». И тут вот подсказали посмотреть фильм «Кингсман». Мне он не понравился. Но смысл в том, что опять-таки та же самая идея. С уничтожением большей части человечества. Человечество – это вирус. Из-за нас планета больна. Единственная надежда – прополка. Если мы сами не прополем население, у нас останется только два пути. Вирус убьет Землю или Земля убьет вирус. И что характерно, противостоит этой идее старая английская спецслужба. Некие джентльмены, не подчиняющиеся мировым правительствам и контролирующие собой все разведки мира. То есть некий аналог того, что было в Джеймсе Бонде. То, что пытался сделать профессор Мариарти. Ну, имеется в виду артист, игравший в Мариарти. Дамы и господа, разведслужбам всех стран мира пора объединиться. Акаса, она уже согласна воззрениям этого автора Кингсмана, уже существовала давным-давно и была сделана британцами. В этом, кстати, есть определенный резон. Британцы все-таки ребята были очень серьезные. Независимое международное разведывательное агентство, работающее на самом высоком уровне. Агентство, стоящее выше политики и бюрократии, подчиняющее себе шпионские организации. Противостоит этой службе новый супертехнологический парень. Причем здесь было очень интересно. Единственное, по большому счету, что мне понравилось в этом фильме, это то, что плохого парня играл Сэмюэл Л. Джексон. Сыграл, кстати, плохо, но было очень интересно, что он был черный и он был какой-то картавый. В последние два года я пытался найти настоящее решение, и я его нацел. То есть все штампы, которые трогать нельзя, там задели. То есть черных трогать нельзя, а тронули. А каких-то там людей с недостатками трогать нельзя, затронули. Более того, там его главная помощница, у нее вместо ног были протезы. В этом плане, конечно, здорово, что они попытались отойти от всеобщей толерантности, но это не спасло фильм. Ну что в этом фильме было? Опять-таки пытались уничтожить большую часть человечества, сохранив некую элиту тех, кому там вживили чипы и так далее, и предупредили. Естественно, доблестные спецслужбисты это дело предотвратили. Как обычно, все стандартно. Интересно здесь другое, то что тут практически списывают англичан, списывают вот эти старые английские спецслужбы, всех этих джентльменов. К ним на помощь приходит плебей, воспитанник одного из, так сказать, ренегатов практически, этого кингсмана, этой службы. И он, будучи каким-то совершенно непонятным товарищем, который, будучи достаточно физически сильный, лебезит перед каким-то любовником своей матери, ничего не может сделать, бегает, прыгает, убегает. И тут, в конце концов, он всех спасает. Ну, все это достаточно мерзко и отвратительно обставлено. Ну, сам факт. Кстати, причем скоро будет продолжение этого кингсмана, и, судя по всему, там уже произойдет окончательно такое вот завершение этой логической ситуации, что придут на место англичан-американцев. Ну, что ж, такая попытка спародировать Гая Ричи не очень удачная. Но сам смысл в том, что действительно намеки на уничтожение человечества существуют, и они есть, и они постоянно даются. Ну, я думаю, что никто и никогда людей вот такими методами уничтожать не будет. Зачем? Какой смысл? Есть же там нормальные старые добрые войны, есть там наркотики и так далее. Это все будет регулировать численность. Однако те, кто не поддается на вот подобные провокации, те, кто не обкалывается наркотиками, не спивается, там не хлещет там пиво ведрами и боярышник, что с ними-то делать? Их уничтожать это себе дороже, потому что народ более-менее еще адекватный, и они могут, условно говоря, сбунтоваться. Ничего хорошего в этом не получится. Дальше. Если начнешь уничтожать их, то всегда есть вероятность, что попадут под замес свои. Это во-вторых. Ну, и в-третьих, конечно, должна быть некая питательная среда для выращивания какого-то количества, все равно потребного, идеальных робов. Ну, да, будут роботы, будут условные автомобили, но все равно возница-то нужна. Водители какие-то, слесаря, какое-то небольшое количество обслуживающего персонала необходимо, а где их брать? Ну, не из элиты же. Вот их надо выращивать из этой самой питательной среды, из этой гребницы, которая и должна остаться. Но, каким образом ее сохранить, чтобы, что называется, и овцы были целы, и волки сыты, я вижу здесь только единственный путь. Это новый социализм. Это полное и окончательное разделение человечества на элиту, которая будет наслаждаться благами индивидуализма и остальных людей, которых загонят в коллективные бараки. И опыт ГУЛАГа здесь будет очень сильно востребован. Ну, разве что все люди будут там добровольны и думать, что это и есть счастье. Вот оно как хорошо. И мы видим, скажем, на примере тех, кто, значит, сейчас тоскует о Советском Союзе, что таких людей достаточно много. Все они мечтают о крыше над головой, которая была у них гарантированной, о гарантированной похлебке, забывая о том, что это была, на самом деле, зона. Это была зона. То есть люди мечтают вернуться в тюрьму. Помните классический рассказ о Генри про этого бродяжку, который старался попасть в тюрьму для того, чтобы перезимовать? Три месяца верного крова и обеспеченной еды в приятной кампании, вдали от посягательств Борея и фараонов. Это для Сопи был поистине предел желаний. Ну, а здесь люди мечтают попасть в тюрьму на всю жизнь, потому что там есть определенное понимание, что будет завтра. Ну и что, что небо в клеточку. Зато гарантированная койка в камере. И не каплют. А если с надзирателем не ругаться, так вообще красота могут и кусок мяса в баланду кинуть. Ну, примерно так. Исходя из этого, мы видим перспективы. Тех же, кто не захочет в это самое уютное стойло, в лагерь, тех начнут истреблять или пытаться перекупить. То есть загнать именно в среду тех же самых по-ефремовски выражаясь джи, долго живущих, в противовес к жи. На самом деле, все это уже предсказано, все это давным-давно уже известно. Но что из этого всего получится, я даже не могу сказать. Имейте в виду, в какое время это будет. Понятно, что после войны, потому что именно война должна сломать окончательно все стереотипы добра и свободы, которые еще остались в голове у людей. Аллахуалиму, что из всего этого получится. Пока будем посмотреть. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва бараке. Субтитры подогнал «Симон»!